Далее, ну вот тут вот сегодня не будем далеко расходиться и вишенка на торте сегодняшнего военно-политического блока и кстати объяснение, почему Венгрия быстро согласилась голосовать за принятие Украины в НАТО, это заявление начальника нашего главного разведчика генерала Буданова. Фактически я считаю, что это сенсация, причем она произошла накануне саммита. Генерал Буданов сделал заявление о том, что во время мятежа Пригожина вагнеровцы намеревались захватить ядерное оружие, размещенное на базе Воронеж-45. Есть такая база под Воронежем, ну они там есть этот, сейчас я вам расскажу, под Ростовом там база есть хранения, почему, потому что раньше командующий округом в мирное время мог принять решение на тактическое ядерное оружие. Поэтому они, и Белгород-22, там тоже есть объект, где недалеко от Щебекина, где тоже когда-то, ну там уже говорят, нету давно оружия ядера, но тем не менее. От Воронеж-45 это довольно большое хранилище и вот вагнеровцы двинулись, оказывается они не только по трассе федеральной шли, а один отряд шел, группа вагнеровцев двигалась именно гораздо дальше вглубь России. Чем считалось изначально. След одной из групп вагнеровцев оборвался примерно в 100 километрах от ядерной базы Воронеж-45. Боевики вагнера дошли гораздо дальше, до самой базы, намереваясь завладеть небольшим ядерными устройствами советских времен, чтобы поднять ставки своего мятежа. Единственным барьером между вагнеровцами и ядерным оружием была дверь в ядерное хранилище. Двери хранилища были закрыты, в техническую часть они не попали. Это, как говорит наша разведка, это, во-первых, стало главной причиной того, что Путин согласился на условия вагнера и поход на Москву был остановлен. Это был самый, оказывается, главный аргумент. И второй аргумент, почему так решили согласовывать быстро и в том числе и в Венгрии, вот эти вступления Украины, будущее вступления Украины в НАТО. Потому что вот такое заявление, что действительно была попытка похода в сторону, я не говорю захвата, пока что. Хотя, в принципе, это, видимо, предусматривало. Так вот, похода в сторону ядерного хранилища, она очень напрягла, я так понимаю, страны, члены НАТО. И в этом плане все равно все ставки делаются на Украину в плане разгрома Российской Федерации, максимального ее военно-технического ослабления с дальнейшим взятием под контроль ядерного арсенала России. Причем, насколько я понимаю, и есть уже такая информация в медиапространстве, говорят, что уже Соединенные Штаты ведут консультации с Китаем, что кто будет брать какую часть. Что до Урала Китай будет брать под контроль ядерные арсеналы России, а с той стороны, с восточной, а с западной стороны, со стороны Европы, здесь будут Соединенные Штаты. Во главе коалиции европейских стран будут брать под контроль. Но то, что надо брать под контроль ядерный арсенал России, ну, фактически после таких заявлений нашей разведки, фактически сомнений не вызывает. Вот такая вот сегодня вишенка на торте, вот такое вот заявление нашего главного разведчика, генерала Буданова о блуждающих или о попытках вагнеровцев доехать до ядерного или добраться до ядерного арсенала Российской Федерации. Может быть это и объясняет то, что Пригожин ходит спокойно, принимает решения. Кстати, после, ну, насчет встречался он не встречался, говорить сейчас не буду, потому что я вчера высказал предположение, что он не встречался. В медиапространстве мнения разделились 50 на 50. Ну, я объяснил, что Путин вряд ли ради этого, ради встречи с Пригожиным и его командирами там поступится с собственной безопасностью в плане, он очень боится вирусов и поэтому карантинные меры там и все остальное. А с двойником вряд ли Пригожин будет встречаться, потому что, ну, он же не дурак его-то разводить. Ведь если разводят там российское общество в плане того, что показывают каждый раз по телевизору двойника, вот, и они все аплодируют и говорят, ой, какой Путин молодец, какой он, наш пострел везде успел. Практически одновременно появляется в разных местах на одном и том же экране телевизор. Вот, так что я не думаю, что Пригожин такой уже, что он допустит, чтобы его так развели.